Всем мяса! С вами Павел Мясник и сейчас будет небольшое ответвление от сюжета. Как видно из названия, Катакури против черных бородых пиратов или пиратов черной бороды. Полный метраж, руки тянутся к голове. Короче, вот такая вот небольшая глава. У меня была теория, может быть кто-то ее видел. Что будет делать Тич после победы Луфи над Кайдо? Я считал, что Тич первым делом приплывет в страну Вана. Он же, как и все, охотится за панеглифами. Панеглифов несколько. Один нам показали на Зое, ходячем слоне. Другой вот на территории Большой Мамочки. Ну и третий должен быть по идее у Кайдо. Он там скорее всего и будет. И Тичу надо как-то их заполучить. Он может обладать какой-то определенной информацией и знать, что Луфи их собирает. Потом у него их отжать спокойно. Либо приплыть куда-нибудь. В итоге у него будут в любом случае действия. Но автор данного произведения обладает еще и хорошим чувством ритма. Художественным мастерством и прочим. Ну и короче придумал такую вот небольшую историю, которую мы с вами посмотрим. Как только пираты Большой Мамочки прибывают в страну Вана, чтобы нагнать и убить Луфи. Эти пираты, они видят, что ее дети, такие как Смузи, Пираспера, Овен и Дайфуки. Мы их видим. Она с ними плывет. То есть и тут спрашивается вопрос, наверное, кто будет отвечать, правильно? За сохранность острого пирожного. Так, некоторых здесь нету. Таких как Крекера и Катакури, которые остались охранять, наверное, пирожный остров. Ну, тут так и написано. Эти много людей узнали, что пираты Черные Бороды вторглись на пирожный остров. Драться, а может быть и убить Катакури и тогда захватить панеглиф-указатель. Дорожный панеглиф, если дословно. Вот у нас такие небольшие спойлеры здесь есть. Что-то он там говорит. Сканы не очень, но в любом случае это будет потом более-менее ясно. Профессор Гемини реализовал свой проект в 20 страниц. От драки Чернобородых пиратов против Катакури. Персонажи, идеологии очень известны эти картинки. Все здесь просто восхитительно. Сразу нас встречает такая вот картиночка. Отсылка к тому, как Акаину убивает Эйса, защищая Луфи. А здесь же Дед Гарб убивает, ну или по крайней мере, убьет Акаину. И защищает вот этого паренька. Да простит мне Ода. Уже не помню, как его зовут. Хотя он и появлялся в самой первой главе. А, Коби. Вот я уже вспомнил. Отлично. Начинаем обзор. Как только во время большой мамочки пребывает в страну Ванна, подозрительная группа вторгается на пирожный остров. Вы ха-ха-ха. Наконец-то мы нашли его. Ого, я просто в восхищении. Я могу... Я бью вниз этих пирогов. Или эти сокровища. Я заполучу все сокровища. Сразу хочу сказать, что читаю я ее в первый раз. То есть, только вот нашел. Чернообородые пираты. Первый... Капитан первого корабля Джесс Берджис. Конечно, мы нашли сокровища. Мы приберем все тут к рукам. А смотри здесь. Спасибо за помощь. Это место... Это пирожная дорожка. Отойди назад. Я хочу сломать эту дверь к чертям. Уи-ха-ха-ха. Галеон. Летит копьем. Видим ката-кури. О-май. Какая улыбается. И нескольких дней не прошло, как мама ушла. И почему-то я не удивлен. И сразу же пираты приходят ломать наши двери. Дорогой мой, ты случайно не ошибся? Так, сразу воля наблюдения врубается. И его кто-то ранит. Невидимый человек. Уи-ха-ха-ха. Я тоже ебану тебя. Хадоэль баф. Хуяк. Зум. Телепорт, да? Или что тут было? Ну, короче, он тоже, видать, промазал. Так этот человек может видеть будущее. Благодаря его хаки. Уи-ха-ха-ха. Дверь сломана. Теперь получаем подвиглив. Не обращал внимания раньше. Приколь. У него ковбойские сапоги со шпорами. Только я не видел, чтобы он на лошади катался. Но, видать, такой стиль. Ты дурак, раз думаешь, что вам это удастся. А вот он, дверь, да, получается, ебанул. Все-таки своим альбафом этот уклонился. Ну, понятно, что у тебя это получится. Я, конечно, предполагаю, что мой фрукт контрится твоим ненормальным хаки, да? Но ты действительно думаешь, что имеешь шанс побить нас всех? Чернобороды и пираты. Капитан второго корабля. Корабля, корабля, воробья. Ширью. Один, двое, трое. Не имеет значения. Я не позволю вам ступить и шагу дальше. А, конечно, ты идиоты. Такие, как и вы, типы людей. Очень меня бесят. Видимый или невидимый. Значения не имеют. Ты не сможешь уклониться от моего газа какого-то. Гейза. То, скорее всего, шире от моего копья. Понятно. Тогда, как насчет проверить это? Какая-то диплесдону техника. Он уклонился от этого. Сильная мочи. Хуяк. Этот тоже, видать, уклоняется. Мочи скручивания. Этот парень реально быстрый. Хуяк. Кто-то выстрелил. Это ваногер. Пробивает. Хадо. И он больше техник, видать, не знает. Опять. Хадо хочет эльбаф сказать. Но катакури сразу закрывает ему хлебальник. Мочи с волей вооружения. Превосходным ударом, между прочим. Сейчас будет следующая страничка. Бабах. Печатал в стену. О, и прибывает главный антагонист. Для группы пиратов прибыть все, чтобы что-то украсть. Этот панеглиф я удивлен больше, чем все. О, командир. Да еще и емко. Ты хочешь сразиться, как членки пиратов. Чернообородых пиратов. Почему не прийти, поиграть в игры и не попиздеть? Ты не думаешь так? Я чувствую от него что-то странное. Я должен закончить это быстро. Ты ублюдок. Ублюдок, ты должен... Что ты думаешь делаешь? Иди нахуй и сразись со мной. Ви-хо-хо-хо. Это не закончится так просто. Мочи рефон. Кстати, техника очень похожа на луфи и изгибы. Вот эти все. Хальт. Летят сразу вот эти вот огромные удары. Бабах, бабах, бабах. Все, он походу вырублен. А, его защищает дождь ширью. Однажды ты... Оступишься. Твоя способность очень легка для понимания. Бах, бах, бах. Должно быть, об этом я тебе и говорил. То есть, он блокирует все атаки со спокойной душой, да? Хуяк. Использует копье воли. Бабах. А, то, видать, был не тич, получается. Или я... Да, это дождь ширью, я понял. А то я думал, это тич прибыл. Похоже, немножко балахончик, но я по кепке сразу и не понял. Это дождь ширью. Поэтому он с ним разговаривает, как о обычном пирате. Отлично. Тут сразу уже ваногер стреляет. Бах. Катакури защищается стеной из моти. Опять мочи рефон. Любишь играть жестко? Я смотрю. Ваногер уклоняется и еще и контратакует. Ты думаешь, это честно так драться? Да им, по-моему, похеру. Опять он хочет использовать мочи скручивания. Ну, ваногер очень быстрый паренек. И перехватывает инициативу, я смотрю. И уклоняется, и атакует, и все. Но Катакури оказывается быстрее и впечатывает его в пол. Черт. Хав-хав. Ага. Мои способности еще не восстановились за все это время. Что это за урок ты хотел преподать? Я научу вас и покажу вам, что не следует вторгаться на территорию Йонка. Эй, сейчас я смотрю, ты хочешь делать меня следующим, да? Этот дурак, это твоя сестра, не так ли? Большой брат, пожалуйста, спаси меня. А, ну это, мне кажется, кстати, не его сестра. Я, правда, не знаю еще. Но это может быть, это... Катарина Деон, которая съела фрукт лисиц и может превращаться. Потому что сестру они так просто, наверное, не схватили. Теперь давай заключим сделку. Ты нам пройдешь. Если ты нас остановишь, я выстрелю и сделаю все чисто. Брюле. Вы грязные ублюдки. А ну, отпусти ее. Ты что, не слышал его? Хуяк. Он сказал не двигаться. Бабах. И пробил он его защиту, потому что он перестал быть спокойным. Наверное, я наконец-то имею шанс идти дальше. Да, пошли. Я думаю, что вообще погибну, он говорит от этого всего. Извини, что это было близко. Но он мне поверил. Эй, возвращаются он до этого. Муру, фу-фу-фу. Что за дурак? В такую херню нам поверил. Что за блядь? И ха-ха-ха. Смотрите, как он чекается. Это его ебло прямо на показ. Ха-ха-ха. О, моя. Его лицо это какая-то раздвоенная хуйня. Что его уши не слышат ни хуя. Это какой-то пеликан, блядь. Да, ты прав. Ха-ха-ха. Наконец-то мы здесь. Зыга-ха-ха. И пришел вот. Получается тичь. Да, от одного удара он упал. Ну, как-то не особо. Так, это... Эти крэкеры довольно превосходные. Один... Его броня была специфичная для всего этого. Ты не слышал, ребят, что не сказали. Так, что он там говорит? Надо поближе к экрану сейчас. Потому что мы убьем их всех. И заберем их фрукты. Ага-га-га. Но это... Будет что-то там не так просто. Дорожный панеглиф где-то здесь, он говорит. Это реально... Один из... Теперь есть у соломенных шляп. Спасибо за эту шутку, что мы здесь. Ха-ха-ха. О, ты возвращаешься. Неважно, как много времени вы будете бить меня. Я всегда буду вставать снова. Ага. И вот так заканчивается глава. Не знаю, будет ли продолжение. Или его не будет. Но... Пока что продолжения нету. Может быть, когда-нибудь появится еще какая-то интересная история, которая нам о чем-то покажет. То есть тут вот... Команда соломенный шляп... Ой, соломенные чернообородых пиратов. Все вот... Этот крекер хавает. То есть это полнейшая нам отсылка на то, что они хавают этот пьяница вместе с королем. Этим ебанули крекера. Ну, получается, сильные ребята, в принципе. Ну, с одного удара, как мы видим, Иисус Берджес его впечатал. Хотя остальные ему там ничего не смогли нанести. Значит, удар был мощный. Ну, на этом, я думаю, стоит закончить. Если захотите, почитайте сами. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник. До новых встреч. И да пребудет с вами.